Так, девчоночки, ну что, я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня долгожданный влог о моем образе жизни, то, что я поменяла. Я бы хотела с вами поделиться своими мыслями и рассказать, как я иду к стройному и здоровому телу. Девчонки, на самом деле, я, знаете, готовилась, у меня мыслей было очень много. Я долго думала, как же, в каком формате вам это все рассказать. Решила это все объединить в один обещанный влог для вас. И сейчас я буду прям по пунктам девчонки рассказывать. Я себе выписала пункты и приготовила фотографии, буду делать вставочки, либо показывать вам сейчас в кадре. Первое. У нас начинается утро. Я сделаю сейчас вставочку и покажу вам, какие дренажные упражнения я делаю каждое утро, не вставая с постели. Вы можете видеть, я лежу, муж уже вышел, пошел умываться. Да, первое время он, конечно, смеялся с меня. Но я лежу на кровати и делаю это упражнение в течение 30-40 секунд. Вот прям, знаете, так прям бодро, весело, еще не проснувшись и не вставая. Это очень-очень важно. Делаю это упражнение и иду уже на кухню. Мои все проснулись, иду готовить завтрак. И первое, что я делаю, девчонки, я выпиваю стакан воды. Воду я пью, девочки, без лимона. Такую, знаете, между горячей и теплой. У меня на чайнике выставляется температура, и где-то я пью воду, ну, в районе 40 градусов. 40-50 градусов мелкими глоточками. Начинаю пить. Готовлю завтрак мужу. И уже, пока он завтракает, я еще не приступаю к завтраку, я допиваю свою воду и иду чистить зубы. Дальше у меня по плану завтрак. Завтраки, девчонки, у меня разные. На утро всегда я позволяю себе углеводы. Здесь я вот, я вам сейчас сделаю вставочки. Это примерные завтраки. Вот последнее время меня очень триггерит на тыкву. И я придумала себе рецепт сама. Я тру на терку тыкву, добавляю одно яйцо и добавляю муку. Все, я вам это покажу. Сделаю вставочки, фотографии, какая мука. В прошлом влоге я рассказывала вам об этом. И замешиваю такие вот оладушки. Муки добавляю совсем чуть-чуть. Иногда мне хочется сладких оладушков, я добавляю заменитель сахара. Либо, если мне хочется обычных, да, каких-то соленых, я добавляю прованские травы и добавляю соль. Все, жарю на кокосовом масле, практически на сухой сковороде. Припекаю их с двух сторон. Мне очень вкусно. И у меня, девчонки, знаете как, получается делать так. Завтраки у меня всегда разные. На завтраке я позволяю себе съесть хлеб, позволяю съесть себе творожный сыр. Сыр обычный, 15% со сливочным маслом, например, бутерброд, омлет, яичница. Чего я не ем, девчонки? Ну, это, естественно, колбаса. Это однозначно. Я не ем такие жирные сыры. Чай я пью без сахара. Кофе тоже пью без сахара в течение дня, если позволяю себе выпить, допустим, кофе. Следующие, девчонки, я принимаю витамины. Спрашивали, я сейчас тоже сделаю вставочку. Вот у меня витаминки. Я прям отфотографирую и сделаю вставку. Уже рассказывала вам. Обычные. Это омега-3, витамин D3. И еще я заказала, вот там, где я заказывала патчи, был ажиотаж, я заказала инезитол. Почитайте про него. Это вот очень полезно для женщин. Классная такая добавка к пище. Пока результат я не поняла, потому что я только начала его вот буквально совсем недавно принимать. Но вот у меня вот эти вот три коробочки, которые у меня стоят на столе утром, да, и я принимаю вот такие вот витамины. На ночь я еще пью магний. Пакетик развожу. Это что касается витамин. Дальше я провожаю своих на работу, в школу и делаю себе завтрак. Сажусь, завтракаю. Рассказала уже, что я завтракаю. И дальше я начинаю заниматься своими делами. Как правило, я выстроила сейчас свой график так, чтобы у меня не было ни секунды присесть. Я завтракаю и начинаю заниматься домашними делами. Потом у меня идет три раза в неделю я внедрила себе тренировки. Тренировки у меня просто обычный фитнес. Девчонки, вы даже себе представить не можете, как меня триггерила и как я искала просто то, что мне будет по душе, по сердцу. И у меня получилось найти идеального тренера под себя. Идеальные тренировки, которые мне не надоедают. Мне безумно они нравятся. Что у меня в тренировках? Растяжка. Это просто фитнес, какие-то упражнения. Допустим, у меня один день спина. В среду у меня попа, ноги. В пятницу пресс и растяжка тоже. Ну, там, как бы, знаете как, мы когда приходим на тренировку, мы придумываем. Тренер, чтобы мы не скучали, постоянно нам выдумывает какие-то интересные. Тренировки меняют упражнения. И на самом деле это мне не наскучивает. Мне очень безумно нравится растяжка. Я, помните, вам рассказывала, я ходила на йогу, но у меня не получилось туда ездить. Там были проблемы с парковкой, но мне очень нравится йога. Вот эти вот все упражнения, они у меня супер получаются. Я прям получаю колоссальное удовольствие вот именно от этих упражнений. Это вот, знаете, сейчас я вам рассказываю так все вот, скажем так, рутинно. То, что по пунктам, то, что я вела себе вот каждодневно какие-то занятия, да, какие-то упражнения. И то, что я делаю. А дальше я уже вам расскажу с психологической, то есть с точки зрения, как я вообще к этому пришла и что со мной происходило. Вы не переключайтесь и не перематывайте. Интересно будет. Сегодня я хочу показать вам свою укладку с помощью высокоскоростного фена Керинг Би HS01. Сушка волос с этим феном занимает буквально несколько минут и помогает сделать идеальную укладку. У него стильный дизайн и его очень удобно держать в руке. Двигатель этого фена вращается со скоростью 110 000 оборотов в минуту, а скорость воздушного потока аж до 68 метров в секунду. Интеллектуальный LED-дисплей отображает режимы и температуру в реальном времени. Большая концентрация отрицательных ионов, аж 200 миллионов, снижает статическое электричество, укращает сухие и пушащиеся волосы и делает их гладкими и блестящими. Съемный магнитный фильтр эффективно предотвращает попадание пыли и волос. А еще у фена очень низкий уровень шума, что позволяет сушить ваших питомцев без проблем. Высокоскоростной фен Керинг Би поможет сделать вам укладку, как в салоне у вас дома. Ссылки обязательно будут в описании под видео. Следующие, девчонки, вот у меня тренировка заканчивается, и потом я прихожу домой, купаюсь и занимаюсь домашними делами. В день тренировки я делаю себе после душа вот такой массаж 3 раза в неделю, вот такой вот с сухой щеткой. Почухала свое тело, разогрела его и иду уже купаться, принимаю душ. И следующее, что хотела показать, это у меня вот 3 средства, которыми я пользуюсь на постоянной основе, я вам уже показывала, тоже вставочку сделаю. Вот это у меня крема для тела, которыми я пользуюсь каждый день. Вот это вот, девчонки, от белорусской, во бренде Vitex, классное средство, правда попой и ноги пекут вообще нещадно, но без пленки, без ничего я наношу вот этот крем, я его обожаю, уже очень много лет я им пользуюсь. И вот это вот от Хистомер у меня новинка, он супер-мега рабочий, я вижу от него результат, у меня уже он заканчивается, кстати. Вот эти 2 средства очень хорошие. Это бюджетное, это нет, но в принципе, девчонки, от этого просто долгоиграющий эффект, а от этого эффект появляется сразу. И для тела, девчонки, я пользуюсь вот таким вот молочком. Это тоже на постоянной основе, от HEMS я наношу на тело, это ручки, это ноги, в общем, по всему телу, классное тоже средство увлажняет кожу. Дальше. Я потренировалась, пришла, искупалась быстро и начинаю заниматься опять-таки домашними делами. Это могут быть поездки какие-то там, выезды куда-то, да, вот мне что-то нужно делать, но под домашними делами я предразумеваю, что я вот что-то делаю, но ни в коем случае не позволяю себе лежать, смотреть сериал или еще что-то. Сериал я смотрю фоном, например, когда я убираю или еще что-то делаю. Стараюсь себя постоянно держать в каком-то движении. Затем я обедаю. В обед, девшонки, я позволяю себе съесть, ну это даже, наверное, знаете, как это стандартно. Ну мне, например, да, я по своему вкусу выбрала те продукты, которые мне нравятся и которые мне не надоедают. Мне вкусно. Я вот буквально за несколько минут готовлю себе на сковороде и филе индейки режу на почти сухой сковороде с добавлением водички. Я его обжариваю, добавляю туда, может быть, помидорчик, может быть, болгарский перец, высыпаю туда, девчонки, гречку, продушиваю и делаю себе какой-то салат. И еще мне очень в последнее время нравится квашеная капуста. Я схожу с ума. Ее вот я тоже кушаю. Но по питанию, девчонки, я не буду сейчас очень сильно углубляться, потому что кто-то сидит на супер-мега-диетах, постоянно там себя контролирует, считает калории. Вот эти 2 месяца я не считала калории. У меня, сейчас коснусь темы веса, сразу скажу, да, может быть, вот по мне сейчас видно, но не совсем. Это еще только у меня начало пути. Вот 2 месяца, девочки. И калорий я не считаю, я не взвешиваюсь от слова совсем. Я как-то попыталась повзвешиваться, у меня стоял вес, у меня, видимо, организм уже до такой степени замучился, и ему все это надоело, что у меня прям реально проблемы с тем, чтобы вот вес сдвинулся. У меня ушло 1,5 кг, и в итоге вот сейчас у меня вес стоит, и я не взвешивалась после критических дней. Я, кстати, думала взвеситься, но решила, что не буду. Я добьюсь сейчас вот последний второй месяц тренировок, и уже потом взвешиваюсь. И в итоге, девочки, я просто ем, ем по желанию. У меня как раз, знаете, выработался прям такой классный режим, который мне подходит. Это у вас может быть абсолютно свой режим. Завтрак – это обязательно. Обед такой плавающий, например, я могу пообедать в 4 часа, да, либо в 2 часа, либо в час дня, в зависимости вот от появления чувства голода. И если я, например, пообедала поздно, то я могу абсолютно спокойно не ужинать. Что касается ужина. На ужин я стараюсь готовить себе вот что-то прям легкое. Там, я не знаю, тоже филе индейки, либо запекаю рыбу, либо у меня есть просто фарш куриный. Только единственное, что, да, поправочка, я либо говяжий, я делаю на сковородке маленькие себе тефтельки, котлетки и какой-то салат, либо вот квашеная капуста. Мне она просто в последнее время прям очень нравится. У меня вот на тыкву и на квашеную капусту. Я схожу с ума в последнее время, видимо, вот этого мне не хватает, и вот это я ем. Сейчас я рассказываю про себя. Вы можете, знаете, интуитивно подстроить свое питание под те продукты, которые вам нравятся. Это уже я перехожу плавно в психологию. Подстроить свое питание именно вот на те продукты, которые вам нравятся, которые вам будет вкусно кушать. Ну вот, допустим, вы хотите, вы любите рыбу, ешьте ее. Вот каждый день только, допустим, меняйте какие-то гарниры, салаты меняйте к ней, да, там, нафаршируйте ее овощами, запеките, отварите. Ну вот то, как вам вкусно. И самое главное, то, что я уже поняла, я вот в процессе, да, это все, как бы, меняю и подстраиваю под себя. Допустим, сейчас я стала уменьшать порции, потому что сразу, вот первое время я, конечно, не наедалась. То есть у меня очень быстро приходило чувство голода, мне хотелось покушать. Я, естественно, неслась и что-то перекусывала, орешки, там, еще что-то жевала. Девочки, вот это делать вообще нельзя и не надо. Это я по себе говорю, потому что тогда нужно будет записывать все, что вы едите, чтобы вы потом просто в конце дня подвели итог и посчитали колораж и обалдели. От того, что вы съели, не знаю, маленькую горсточку ореха, вам будет казаться, что вы ничего не съели, а в итоге получается, что вы съели лишние калории. Вот это вот все, конечно, нужно просчитывать и учитывать. Вот сейчас я втянулась в тренировки, в ходьбу, там, какие-то манипуляции со своим телом и сейчас я буду постепенно доводить свое питание до идеала. До этого это все было шатковалка. Теперь дальше, девчонки, я пообедала, опять-таки, занимаюсь домашними делами, стараюсь не садиться, не ложиться, вот, ну, делаю что-то. Затем у меня, все приходят с работы, у меня ужин, я готовлю своим ужин и, получается, я кушаю. Опять-таки, могу есть, могу не есть, абсолютно спокойно, вот, ужин меня не триггерит. Но, опять-таки, переходим плавно вот в психологию, например, по мне, если я ничем не занимаюсь, вот, я, пришли мои, покушали, мы легли, смотрим сериал, все, начинается. То там орешек, то там что-нибудь, а это ерунда, даже хлебет. И вот все, я лежу, смотрю фильм, там мы как-то вот общаемся, да, проводим вместе семейное время. В итоге это у меня не работает, то есть я по максимуму стараюсь занять свое время чем-то. Нужно что-то делать, заменять. У нас, мы от еды, получается, знаете как, получаем вот эти вот эндорфиновые какие-то моменты, и мы стараемся едой заменить вообще свои настоящие потребности. И вот сейчас я, да, плавно перехожу к прогулкам, как я к этому пришла, и сейчас у меня такое ощущение, что я жить без этого не могу, и мне безумно нравится вот этот процесс, вот это состояние, которое у меня после этих прогулок. Хотя раньше, девочки, если бы мне кто-то сказал, что я буду каждый вечер одеваться, идти, ходить, вот это вот я пришла, какую-то суету вот эту наводить с этими прогулками, ну, я бы сказала, что ку-ку, то есть это не про меня. Но сейчас я просто от этого кайфую, я попробовала, знаете, вот как говорится, прыгнуть надо. Надо, главное, начать. И все, я кушаю, кушаю что-то тоже легкое, могу не покушать и иду гулять. Возвращаюсь с прогулки, это уже у меня время семейное также продолжается, то есть я с семьей там смотрю какие-то фильмы, ложусь, и вы не представляете мое состояние, у меня настолько тело устает, и я напиталась кислородом, воздухом, такое прям классное ощущение, я с удовольствием ложусь рядом там с мужем, с сыном, и мы смотрим телевизор, и я вот как раз-таки тогда после прогулки отдыхаю. Ну, и естественно, затем я принимаю душ, и мы ложимся спать. Теперь, девчонки, по пунктам, все, что связано с психологией, вот с чем я столкнулась со своим вот образом жизни. Первое, это алкоголь. Первый месяц я вообще абсолютно ушла от алкоголя, потом я стала позволять себе алкоголь, допустим, раз в две недели, потому что в моем случае я очень сильно от него отекаю, что бы я ни выпила, особенно это касается шампанского, то есть я встаю, у меня очень сильные отеки. Вино, в принципе, то же самое, но опять-таки, конечно, естественно, в каких количествах это все получается, да, выпить. В итоге я поняла для себя, что когда я пью алкоголь, я стараюсь подготовиться, и реально я кладу себе в тарелку зелень, режу морковку, ну вот чтобы что-то есть, потому что вот кто бы что мне не говорил, но при алкоголе всегда начинается вот это вот на еду, на еду, на еду, то есть ты расслабляешься, рецепторы расслабляются твои, и тебе уже руки сами тянутся, и ты начинаешь что-то есть, 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 в общем, короче, переедаешь, и не сколько ты поправляешься от алкоголя, потому что отеки у тебя потом сходят, а то, что ты ешь много, не контролируешь себя. И вот сейчас с алкоголем как бы я выровняла тоже такую ситуацию, если это какие-то праздники, то есть ли какие-то гулянки, я его не убрала из своей жизни, это, ну, у нас это не получится, мне нравится этот сам процесс, говорю честно, потому что очень, знаете, всегда в СМИ, допустим, да, там, сел на диету, сел на питание, все, убираешь алкоголь, все, пропорщался с жизнью, никаких ништяков у тебя нет, сидишь, ешь там, я не знаю, вареные яйца, грудку пареная, жареная нельзя, и у тебя нет никакой радости в жизни, то есть ты воспринимаешь, и твой организм воспринимает это все как стресс. Вот что было в моей ситуации раньше. Сейчас я абсолютно спокойно, я себя не ругаю, да, выходные бурные, но в следующий день, девшонки, я встаю, и все ровно так же, как и вот у меня было до этого, это спорт, это питание, если я где-то подотекла, я могу позволить себе выпить чаечек на травках мочегонный, это прям вообще супер тема, вот у меня с Фаберлика чай лежит, и также у Магерии я заказывала чай мочегонный, лимфодренажный, обалденный чаечек, и вот его я пью, но не часто. Следующее, допустим, девчонки, если я готовлю, вот знаете, своим еду, что-то очень мега вкусное, ну, я вот по себе поняла, что у меня даже рука не тянется, мне самое главное, чтобы у меня всегда, когда я захочу есть, чтобы не наесться какой-нибудь херни, извиняюсь за выражение, чтобы у меня всегда в холодильнике был набор продуктов, тех, которые мне можно съесть и съесть вот в доступе. Уже сколько было, допустим, у нас там ужинов, когда к нам приходили гости, я наготавливала 500 тысяч блюд, как обычно, но себе я готовила курочку, там, не знаю, рыбку отваривала, и сидела вот это вот все ела, вот участвовала в этом процессе, и не чувствовала себя, знаете, какой-то там ущемленной, что вот у меня там, я сижу, вот это вот, я на диете, я не могу ничего себе позволить. Как бы вот с этим я, в принципе, урегулировала отношения сама с собой. И очень много я читала книг, и теперь давайте вот прям вернемся к голове. Ну, моя история, это постоянные диеты, постоянные ограничения, где я меня только не носила, и марафоны, и какие диеты только не испытывала, и я колола себе липолитики, и я пила эти дурацкие таблетки для похудения, даже такой опыт у меня был. Девочки, это все белибердистика, не работает. И вот много слышу от кого, я вот села с завтрашнего дня и сажусь на диету. Блин, ну не работает. Первое, к чему нужно прийти, чтобы достичь какого-то результата, и опять-таки я сейчас не могу вам говорить, что я вот сейчас вот прям, знаете, в идеальной форме, я только на вот такой, вот если путь вот такой, я только вот здесь вот нахожусь. Мне еще очень много-много придется пахать, делать для того, чтобы прийти к тому результату, который я себе наметила. И не бывает вот так, что вы месяц ничего не едите, ограничиваете себя, и вот вы раз, и похудели, и у вас ничего не вернулось, а вы вот, ну, как ходите на работу, там, да, занимаетесь этим, ограничили себя в питании, и вот все, и у вас все замечательно. Я не говорю сейчас о девчонках молодых, у которых метаболизм, у которых все круто, раньше я могла тоже посидеть на диете, да, и похудеть. Но нарушается гормональный обмен, столько всякой фигни потом приобретается вот с этой, вот со всей, вот со всеми этими диетами, это только сейчас уже своей головой поняла вообще, что я делала, что я творила, и что, знаете, я приняла ту мысль, что быстро только кошки родятся, не получится. И когда я вот только себе в голове приняла мысль и поняла, что я не похудею, не приведу себя в порядок за месяц, как я вот скупила себе тетрадку, раскрыла ее, расписала все на месяц, отмечала дни, голодала-голодала, а потом ба-бах, какая-то гулянка, еще что-то происходит, однозначно срыв. Ну, невозможно, нет ни одного человека, у которого прям настолько сильная сила воли, которым вот я еще не встречала. Все равно происходят срывы, а это уже вот такие вот качели, и все возвращается назад, потому что не можем мы жить в стрессе. Поэтому я для тебя приняла и поняла, что это будет мега долгоиграющий процесс, что это будет очень долго, что я, знаете, пытаюсь вот себя как-то рассмотреть в зеркале, вот тут вот так, вот тут вот так. Бывают дни, когда у меня вообще планка падает, блин, ничего не меняется, я вообще, ну, вот просто, ничего не получается, ничего не изменилось. Хотя изменения есть, изменения колоссальные по сравнению с тем вообще, что было у меня, ну, до. Я потом уже вам покажу свой конечный результат, когда я к этому приду, но это будет, скорее всего, летом. И, девчонки, на какой-то быстрый результат рассчитывать абсолютно не стоит. Если вы хотите чего-то добиться, то рассчитывайте на то и настраивайте себя на то, что ничего у вас быстро не получится. Почему я... Как я вообще вот к этому пришла? Я очень долго себя настраивала. Я обещала вам именно вот этот момент раскрыть. Я очень долго себя настраивала. Естественно, отражение в зеркале. Это просто, безусловно. Да, мне надоело вот этот вот момент тот, что я не могу выбрать себе одежду. Я не могу вообще себя чувствовать комфортно. Да, я понимала, что я, да, я симпатичная. Да, я как бы, в принципе, не сильно габаритная. Но, тем не менее, лишний вес придавал, во-первых, одутловатость лицу. Она, в принципе, сейчас еще до сих пор присутствует. Потом проблема вот с одеждой, да. Мне хотелось надеть какие-то платья красивые, каблуки. И вот чувствовать себя классно. А я этого не ощущала. И вот это меня настолько уже все замучило, что просто это уже переходило, знаете, в какую-то депрессию непонятную. И я сама для себя начала это все в голове прорабатывать. Естественно, мне очень-очень помогают мои подружки, которые меня поддерживают, которые меня мотивируют. У меня есть одна подруга, вы с ней не знакомы. Она прошла такой же путь, как я сама. Девочки, ну, на секунду это все заняло у нее год. Чтобы вы понимали. Да, она... Я это тоже не понимала. И я, знаете как, блин, год, кошмар, год, год. Но подумайте о том, что если вы начнете сейчас, вот как у я, прошло 2 месяца. Если бы я сорвалась, если бы я ела, если бы я остановилась, то я бы была в том же весе, и, блин, и ничего бы у меня не поменялось. А так прошло уже 2 месяца. У меня есть какие-то результаты, которые меня радуют. И, в принципе, еще через 2 месяца будут результаты еще лучше. И вот все это плавно пересекается с тем, что я сказала по поводу того, что не нужно себя насиловать и мучить. И вот этими изнуряющими диетами, этими ограничениями, это только, блин, доводит до психоза, и ничего хорошего с этого не получится. Это срыв, расстроилась, все, опять впало в какое-то состояние. Нет, у меня ничего не получится. Получится, девочки. Но вот у меня же получается, хотя я очень сложный элемент, который просто был, ну вот реально, меня и надолго не хватало. Я столько всего делала. Следующие, девчонки. Я начала читать какие-то мотивационные книги. Я пришла в марафон у одной девочки про, значит, то, что у нас смысл. Даже ссылки оставлять не буду, но смысл того, что это все у нас идет от головы. То, что мы не можем там похудеть, прийти в себя, там остановиться. То есть тут должно быть принятие вообще полностью всей этой ситуации. Первое, вот прям по пунктам. Первое, это принять тот момент, что это будет длительный период. Следующие, девчонки. Принять то, что вот каких-то сиюсекундных перевоплощений не будет. Понять, что мы заедаем. Я, знаете, как-то вот села и смотрю телевизор. Просто пример. Может быть, у вас у кого-то такая же вот ситуация будет. Смотрю телевизор, я не голодная. Я пообедала. И легла, прилегла посмотреть сериал. Лежу, смотрю сериал. И понимаю, блин, надо что-то поесть. Семечки погрызть. Вот я лежу, у меня уже вот так вот я вся изнываюсь, крутилась, извертелась. Что-то не то, что-то не так. Пошла. Поела. Потом, знаете, вот в каком-то моменте, я вот, приходит мне эта мысль в голову. Я ее останавливаю и сама себя спрашиваю. Блин, ты сейчас реально есть хочешь или тебе заняться нечем? Поднялась, начала что-то делать. Сериал можно смотреть и вот там, занимаясь какими-то домашними делами, абсолютно спокойно. Сейчас я уже могу смотреть и сериалы, и фильмы лежать, и ничего не есть. И я себя чувствую комфортно. Я просто смотрю сериал, и я отдыхаю. Но раньше было вот так вот. Я только прилегла, присела, все, мне надо что-то вкусненькое похромстеть. Это какая-то такая, знаете, привычка. Это замена того, что вот, знаете, я в этот момент хотела вообще чем-то другим заняться. Но я просто убиваю свое время, там, смотрю сериал, либо читаю книжку, и мне надо что-то поесть. Вот такие вот моменты у меня были. Если вы вот понимаете, о чем, да, и у вас перекликается вот эта вот вся ситуация, то вот с этим нужно бороться с самим собой в голове, останавливаться и спрашивать себя, что я реально хочу в этот момент, вот достучаться до себя и понять, чем я хочу, вот сейчас вот что я хочу сделать. Что мне не хватает? Я расстроена, я ем, там, или я сильно веселая, я ем. Ну вот, короче, вот такие вот какие-то моменты, в общем, это постоянно такая, знаете, беседа с самой собой. И еще, что помогает мне в определенных моментах, это, например, я выпиваю стакан воды, и если у меня через какое-то время не проходит голод, то я понимаю, что я хочу кушать. Но я уже научилась распознавать вот этот момент, когда мне нечего делать, и я просто хочу поесть по привычке, либо я реально хочу кушать. И вообще такое есть мнение бытует, я очень много разной литературы прочитала, что самое правильное питаться по голоду, главное понимать, что вы реально голодны, что это голод. А вот все остальные приемы пищи, они в принципе человеку не нужны, потому что, девчонки, я очень много читала литературы по этому поводу. И что мне еще помогало, еще вот один пунктик, это я искала мотивацию в каких-то видео, в каких-то рассказах, в каких-то разговорах. Вот мне даже человек, допустим, откликается, да, мне нравится человек, я смотрю, вот он рассказывает, там, вот это надо сделать, вот это, вот это. Я всю информацию самой для себе, вот в своей голове собирала по крупицам, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть какой-то информации, и вот у меня уже такое сложилось в голове, уже прям четкое направление, как мне действовать и как мне справляться вообще с самой собой. То есть еще вот самое главное, я научилась саму себя слышать, свои эмоции, свои какие-то желания, что я сейчас хочу. Вот хочу я сегодня напиться, погулять с девчонками, там шампанское попить, да блин, вот я реально это сделаю. Но на следующий день я буду делать так, как я делала до этого. Много можно чего рассказать, девчонки, прям честно, уже прям влог получился такой огромный, но я вот от души вам рассказываю, я не знаю, может быть какие-то пункты вам помогут, может быть вам вас как-то это немножечко замотивирует. Я буду в следующих влогах хоть еще по чуть-чуть, по чуть-чуть вам рассказывать, освещать какие-то моменты, делиться какими-то своими впечатлениями и переживаниями, следите за мной. И я думаю, что мы вместе добьемся обалденных результатов. Если, у меня такая, знаете, еще идея посетила, если хотите, давайте вот, кто хочет, прям после просмотра ролика, после просмотра ролика, отпишитесь мне в телеграм, и может быть давайте, ну как-то там делиться какими-то своими историями, да, я буду вас поддерживать, потому что ну просто мне писать как-то я, ну, стесняюсь что ли. А если у вас будут какие-то вопросы, я буду раскрывать эти темы в телеграм, да, и мы будем это обсуждать, я просто увижу от вас обратную связь, и вы мне будете задавать какие-то вопросы, я уже буду рассказывать, там записывать голосовые, либо видосики небольшие снимать, чтобы вам вот рассказать, ответить развернуто на те вопросы, которые вот вас интересуют. Я, конечно, может быть сумбурно все вам рассказала, потому что у меня очень много эмоций по этому поводу, но я твердо уверена, что я добьюсь того результата, который я хотела, самое главное, я буду здоровой, гибкой, это спорт и это круто, хотя раньше я так не думала, девчонки, мне просто было лень. А сейчас я этим живу, мне это нравится, вот у меня в голове произошла вот такая вот трансформация. Так что оставайтесь со мной, надеюсь, это видео было вам интересно. Увидимся в следующем влоге, пишите мне в телеграм, ссылка на телеграм-канал будет в описании. И будьте здоровы, рада была с вами поболтать, надеюсь, я кому-то была из вас полезной. Всем пока-пока.